Всем привет! Наконец-то подошло время для очередного обзора под названием LEGO из детства и сегодня мы рассмотрим набор под артикулом 6538 1994 года. Он состоит из 53 деталей и в русскоязычном переводе он называется пикап. Если переводить дословно, то это ростер повстанцев. Здесь вы видите, как назывался набор по-английски, и, скорее всего, его перевели пикап, так как в те годы, возможно, в нашей стране не было такого понятия, как ростер. Ну, приступим к самому наборчику. Коробка, естественно, не сохранилась с того времени, к сожалению. Даже не естественно, а к сожалению. Этот набор из LEGO City, но тогда это еще был LEGO System город. Ну что ж, приступим к самому наборчику. По традиции, приступим сначала к мини-фигурке. Классическая мини-фигурка LEGO. Еще раз повторюсь, принт только спереди. Изображена, скорее всего, какая-то кожаная куртка, футболка, такое выражение лица и обычная кепка. Естественно, сзади ничего нет, никаких принтов. Принт, повторюсь, спереди только на теле. И в этом наборе также автомобиль. Ну, он довольно-таки простой, в принципе, рассматривать особо нечего. Так вот он выглядит. Здесь из открывающихся элементов есть двери справа-слева. Также можно откинуть крышу, чтобы посадить человечка. Здесь у него есть руль. И в крыше также откидывается люк. Здесь, например, эта деталь применена для крыши. Например, то, что мы рассматривали до этого, это была уже часть двери у форы. Также здесь есть большие задние колеса, маленькие передние. Соответственно, машинка стоит под наклоном. Классический американский родстер. Вот такие две детальки имитируют лобовуху. Сзади ничего нет. Единственное, только я до сих пор не понимаю, какую роль играют вот эти вот элементы. Спереди есть фары. И что мне очень нравится в этой модельке, так это имитация двигателя. Современных Lego, то есть это отдельная деталь. Да, вот она. Да, она, конечно, смотрится классно, но на тот момент, мне кажется, у Lego дизайнеров больше было фантазии. Потому что из шести деталек они сделали действительно достойную имитацию двигателя. То есть это обычные, которые наклоняются детали, сейчас я вам покажу. И сверху две, как я называю их, пимки черного цвета. Вот она. Одна часть наклоняется. И так же вот симметрично, зеркально стоит вторая под таким углом. Вот так вот мы разводим и получаем двигатель. То есть это смотрится очень офигительно. Мне прям нравится. Этот наборчик сохранился еще и с моего детства. Я в него играл. Вот так вот. Все, что осталось у него. Это именно 1994 года. Не то, что новые детальки здесь поставлены и по инструкции просто собраны. Это именно Lego 1994 года. Даже не знаю, здесь все на эмоциях. Детство, все дела. Покручу, просто посмотрите машинку. Довольно-таки просто, но со вкусом. Вот такое раньше было Lego. Ну что ж, кому понравилось, обязательно ставьте пальцы вверх. Все ссылки на группы, на инстаграм будут в описании. Кто не подписался еще на канал, обязательно это сделайте. Потому что впереди будет много других интересных роликов про Lego. И, возможно, даже будет что-то не про Lego уже. Ну что ж, до новых встреч в новых обзорах. Пока. Кубики тоже уже не новые. Можно уже посмотреть, что часть из них, если видео передает, уже выцвела. Такой желтоватый цвет приобрело. Продолжение следует... Попробуем.